Заниматься животноводством можно тогда, когда у тебя есть деньги. Если бы это было выгодно, каждый бы занимался этим животноводством как подсолнечником. Поэтому никого не заставишь, что каждый день в эти морозы люди работают. Все-таки робот от и до, он делает все именно по технологии. У нас медицинское обследование человека не на том уровне, как там. Запустив роботов, мы сейчас начинаем работать именно как нужно работать. Сделали сырование. Сейчас выпускается там где-то больше 10 сыров, но мы можем еще больше. Расскажите про ваше животноводство. Животноводство у нас социальный проект. Поэтому все деньги, которые идут, у нас идут только с растеневодства. У нас где-то тысячи голов КРС. 50% работающих в нашем хозяйстве работают в животноводстве. А в хозяйстве работают у нас 100 человек. Я работаю руководителем 22 года. И 22 года я жду и убирая животноводство, вдруг что-то это когда-то выстрелит. И как это будет выгодно заниматься животноводством? Уже прошло 22 года. И я не вижу даже подвижек в каком плане. Заниматься животноводством можно тогда, когда у тебя есть деньги. Это деньги, которые мы зарабатываем на растеневодстве, мы их вкладываем в животноводство. Что-то осталось ненужное в животноводство, списать что-то тоже туда. Или деньги бюджетные. На сегодняшний день у нас в районе 3 хозяйства, которые занимаются животноводством из 30, молочным. Я всегда думаю, а может все-таки скоро завтра, послезавтра все-таки это выстрелит. А у меня все это налажено. Мне не нужно будет это все развивать, оно уже есть. И я буду получать от этого деньги. И буду также люди получать. Если бы это было выгодно, каждый бы занимался этим животноводством, как подсолнечником. Выращивал, доил и кормил, и все бы получал. Почему сеют подсолнечник? И сейчас запрещают его сеять очень много, потому что все в обороте. 20% подсолнечника у меня все в обороте. У меня 6000 гектар земли. Я сею 1400 гектар подсолнечника. У хозяйства 3000 гектар земли, он сеет 2000 гектар подсолнечника. У него 5 человек работающий, у меня 100 человек работающих с животноводством. Деньги от продажи подсолнечника, когда цена 60 тысяч за тонну, я смотрю, а у него денег больше, чем у меня. Во сколько раз? И сидишь и думаешь, не дурак ли я? Поэтому никого не заставишь. Это каждый день, в эти морозы, люди работают, живой организм. В животноводстве ты не остановишь. По комбайнам-то проще. Куда сдаете молоко? Молоко, в основном масса молока уходит в Белую долину. А чем берут молоко у вас? На сегодняшний день 33 рубля. А зачем вам робот? Мы любим что-то новое, передовое, интересное. За рубеж часто ездил, смотрел. Почему бы не попробовать? Получилось как? Это кредит под 3% на 15 лет, первые 3 года, без погашения кредита. Я посчитал, она уже с первого года начнет платить проценты и еще остается на какое-то там развитие. Поэтому мы ее и поставили, ну и доказали себе, что и у нас здесь могут работать роботы. И даже специалиста подыскивали через консаллинговую московскую фирму. Мы не могли подобрать специалиста на эту ферму. А голландцы сказали, пока вы не подберете специалиста, мы вам ее не будем запускать, потому что нужно, чтобы работали. Получилось, что наш шинмонтажник работает нормально на этом оборудовании, все, никаких вопросов. И говорят, да мы что-то не ожидали, что можно такого. А приезжали, кто к нам только не приезжал. И поэтому новые технологии, человеческий фактор, все-таки робот от и до, он делает все именно по технологии. Чистейшее молоко, качественное, никогда он не пропустит плохое молоко. Корова там под наблюдением. У нас медицинское обследование человека не на том уровне, как там. Корова взвешивается, температура меряется, сколько она прошла, сколько она проживала. Робот ее тестирует. Запустив робота, мы сейчас начинаем работать именно как нужно работать. Дальше роботы подтолкнули к тому, чтобы сделали сыроварню. Думаю, такое молоко есть, давайте поставим переработку. Сейчас выпускается там где-то больше 10 сыров, но мы можем еще больше. У меня там три небольших сыроварни. Сначала было на 150, потом на 300 и еще у меня маленькая на 50. На 50 это типа тестовую. Ты взял там три ведра молока и можешь сварить сыр именно уже сам, какой ты хочешь. Планирую долгие сыры, которые по три года. Построил я подвал большой. Купили генератор, чтобы без перебоя, потому что сыр очень такая капризная. Культура, чтобы его произвести, если дадет свет, перепады температуры. Он влияет. Ну, а со сбытого? Это не для массового потребителя. Это крафтовое сыроварня. Небольшое количество сыра. Мы продаем здесь, в селе, и цель, чтобы мои жители, колхозники, кушали вот этот нормальный, хороший продукт. Я знаю, что это натуральное, без ГМО, без всяких добавок, консервантов, нормальные, чистые продукты. И у нас в Калинической же молокоматы купили магазин, будет магазин еще там. Ну, и с другой стороны, я стараюсь не трогать частников. Я сначала узнаю, по какой цене частники продают, чтобы не создавать им конкуренцию. Конкуренцию в плане цены. Конкуренцию в плане вкуса? Да. Но не в плане цены.